Факции Тесла обвалились почти на 9%. 135 человек получили ранения. 2 миллиона 300 тысяч доз препаратов. Всего 18,5%. 80% из них на 13%. Выросло на 47%. За всеми событиями в стране стоят факты, цифры, значения. Или просто данные. Так что же такое данные? Ну вот, скажем, родился новый человек в нашей стране. Медперсонал его взвешивает, замеряет рост, записывает все его физические параметры. Для чего? Так мы получаем данные. А все эти данные являются статистическими. И по ним мы можем определить, какое количество младенцев родилось сегодня вместе с нашим малышом. И какими общими параметрами они обладают. Это уже информация. В итоге в июне 2022 года в стране родилось 36 655 малышей. А давайте с вами попробуем высчитать долю этих младенцев от общей численности населения страны. Если на 1 июля 2022 года, по официальным данным Бюро национальной статистики, она составила 19 246 300 человек. Итак, у нас получилась доля этих детей от общей численности населения страны в 0,2%. А завтра эти детки пойдут в детский сад и затем в школу. Так вот, а сколько эти детки займут мест в детском саду и в школе? Это уже знания, основанные на информации. И именно на основе этих знаний будут приниматься решения руководством страны. Сколько и где открыть садов и школ? Вот так, на таком простом примере мы увидели важность наличия данных, трансформирующихся в информацию, затем в знания, и уже на основе которых принимаются управленческие решения. Однако мало просто иметь данные. Нужно их правильно применять. И еще важнее качественно собрать. Где же их взять? Эти качественные, достоверные и, самое главное, своевременные данные. Для этого обратим свой взор на государственный орган Бюро национальной статистики, задачей которого является удовлетворение потребностей общества, государства и международного сообщества в официальной статистической информации. Ежегодно бюро формирует 272 публикации по всем секторам экономики. Респондентами бюро являются крупные, средние и малые предприятия и домашние хозяйства, а их всех более трех миллионов. Кстати, о том, как формируется статистическая информация и как ее искать на интернет-ресурсе бюро, а также правильно ее применять, мы обязательно поговорим с вами на следующих уроках. А сейчас давайте подведем итоги нашего первого урока. Итак, ключевые выводы. Данные трансформируются в информацию, та в знания и далее следует мудрость, на основе которой принимаются решения. Умение грамотно работать с данными позволяет определить, какие данные могут быть полезными и преобразовывать их в ценное решение. Также мы попробовали рассчитать долю на примере наших малышей и узнали, что именно Бюро национальной статистики является основным поставщиком официальной статистической информации. На этом мы заканчиваем наш первый урок о данных. Очень надеюсь, что вам все было понятно. Оставайтесь с нами, и вы узнаете еще много интересного. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok